все притер я все клапана выпускные клапана легче притерлись они в лучшем состоянии были чем выпускные поэтому по времени на них затратил меньше а на выпускные чуть-чуть побольше ушло где-то час десять с машинкой переставляю головку и начинаю засухаривать вставляю шайбы шайбы я вытаскивал которые стоят под пружинами вот такие тоненькие шайбочки идут под пружинкой отверткой на место завожу и пальцем прижимаю снимал компрессором когда думал чтобы не выдать их и не потерять смерть теперь можно устанавливать на место колпачки колпачки мы будем оригинально использовать 90 913 0 2 101 разница в колпачках новый и старый ногтем его практически согнуть не могу вот новенький вот мягенький колпачки на место поставлю этими же щипцами которыми я снимал наживляю а дальше головка на 11 я их утапливаю стучать здесь не нужно иначе колпачок будет пробит и таким образом устанавливаем все колпачки здесь резиновый пазик он цепляется за направляющие на направляющие есть проточка верхние колпачки впускные я установил ставлю первый клапан беру пружину чашку а теперь попробуем ставлю струбцину ставлю струбцину придерживаю головку и нажимаю пружину засухариваю дальше все засухарил я последний клапан выпускные я уже простучал когда переворачивал головку также выпускные простукиваю именно в клапан для чего это делаем если вдруг плохо засухарилась он выстрелит все засухарилась все нормально идем устанавливаем головку укладываем прокладку и устанавливаем головку устанавливаем болты и подтягиваем устанавливаем 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 сделаем так как написано по мануалу сначала дотянем 78 ньютонов метров 78 с половиной ньютонов метров а потом доворот на 90 градусов выставил 78 с половиной ньютонов метров подтягиваем болты выставка Субтитры делал DimaTorzok Дотягиваем на 90 градусов Так, 90 градусов, это круто, конечно Так, где-то вернул Субтитры делал DimaTorzok 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 Все, поставил я стаканы Теперь опять смазываю Смазываю Ставим постель Ставим вкладыш И укладываем распредвалы И укладываем распредвалы Правый и распредвал Выпускной Кулачки У него должны смотреть на первый цилиндр, когда выставляем В разные стороны Но сейчас они немножко вверх приподняты Крышки подожмем И потом уже выправим Когда устанавливать будем цепь Устанавливаем крышки Стрелка у нас показана на перед двигателя Смазываю Смазываю распредвал Смазываю распредвал Смазываю распредвал И ставлю И так каждую по очереди Наживил все крышки Теперь мы их все равномерно подтягиваем Пока без усилия Так Подтянуть Подтянул Ну затягиваем динамо Вот эти болты Передние на звездочках У нас по 29 ньютона метров А вот эти у нас по 9 ньютона метров 9 ньютона метров поставил И проходим все их Да Надо для таких болтов купить другой ключ Ключ Отрабатывает Но очень слабенько Слышу только я его рукой Ну все Подтянули А вот теперь нам можно устанавливать цепь ГРМ Берем новую цепь 13506 28 011 Две метки на распредвал И одна метка на коленвал Это у нас должно быть в этом месте А это должна быть у нас вот в этом месте Следовательно Шестерни у нас должны быть разведены В разные стороны Сейчас их разводим Одеваем Успокоитель Оденем Башмак Шум Майхеры Носятся Так Звездочка На коленвал У нас оделась Зубья Предварительно Накидал А теперь Все эти свободные зазоры Выбираем Успокоителем И башмаку И башмаку Брежь гриб Т Брежь Буря Греб Абон 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Эта звездочка у нас все равно крутит назад, но тем не менее, вот она метка на шкиву, то есть на звездочке метка. И вот сзади на крышке стрелочка, здесь у нас вот метка пропил, длинный пропил, там еще есть короткий, метка на звездочке и стрелочка на крышке. Все у нас сходится. Так, я отпускаю, вот она на нас немножко вернулась, здесь стоит упор, вот он на блоке, чтобы у нас дальше не уходило. Башмак не заклинил. И вот метка у нас на коленвале, точка стоит здесь. Маслонасос у нас тоже стоит по метке, я его изначально установил. Теперь можем уже смазывать и устанавливать лобовинную крышку, но перед этим заменю сальник коленвала на ней. Старый сальник выбиваю, беру отвертку. Все, сальник выскочил. Беру новый сальник. Новый сальник 90-311-38-089. И вставляем его на место. Так как крышка у нас снята, мы можем на ровном месте взять что-нибудь круглое, больше диаметром, головку или что-то надавить и все, и он легко сядет на место. Вот оправка 54 на 44, она хорошо подходит, больше сальника по размеру. Крышка упрется, не даст дальше нам ее задавить. Все. Обезжириваю и крышку, и блок обезжиривателем. Наношу герметик. Также наносим герметик вот на этот круг уже в середине под болт и на этот. Крышка упрямляет. Равномерно размазываем. Много здесь герметика не надо. Единственное тут и есть вот в этом месте паз такой как бы проточенный. И вот здесь вот паз как бы проточенный. Паз этот, проточка сделана специально там соединение полуподдона с блоком. Вот в этих местах повыше тоже такие же фасочки проточены. С одной стороны и с другой стороны. Здесь соединение головки с блоком. Вот здесь вот идет масляный канал. Его тонким-тонким слоем. Все. Идем устанавливаем. Крышка установлена. Теперь только наживляем и протягиваем. Затягиваем. Самое главное. Снимаю крышку обратно. Не поставил звездочку на датчик положения коленвала. Буквы F на себя. Видно, герметик хорошо везде прилег. Все, крышку я затянул. Устанавливаем шкиф коленвала. Пока я не затягиваю его, устанавливаем натяжитель. Новую прокладку взял в ремкомплекте. Устанавливаем ее. И вверх крючком, натяжитель у меня взведен, заводим на место. Прокладку неправильно надел. Отверстия смещены. Прокладка профилированная. Я ее не смазываю. Здесь надо будет его придавить и уже не отпускать. Потому что как мы только его придавим, он растопорится. Гайки закручиваются тоже 9 Нм. А вот теперь можно заглянуть будет вовнутрь. Сейчас возьму фонарик. И вот он наш натяжитель. Как мы только его нажали, он сразу у нас расщелкнулся. По цепи видно. Немножко выбралось. Сейчас поставлю на ноль коленвал. И на распредваре метки у нас должны соответствовать. Метка на нуле. Метка по стрелочке звездочкой. И эта звездочка у нас по стрелочке. А, маленькая. Нет, не перекрутил. Все нормально. Метка, метка, метка. ГРМ стоит у нас правильно. Устанавливаем клапанную крышку. Установил в крышку новую прокладочку. Здесь у нас все затянуто. Все стоит на месте. Накрываем крышкой. Наживляем и затягиваем. Крышку я затянул. Теперь устанавливаем датчик положения коленвала. Крышку я затянул. Датчик у нас установлен. Убираю лишний герметик, где его видно. Здесь я его убрал.